В эфире итоговый выпуск программы Букинформ. Я, Павел Белявский, корреспондент информационного отдела, расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте? Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск обещает быть многоплановым и насыщенным. Коротко о главных событиях. Новая жизнь старого путепровода. Кобринский мост переживает глобальную реконструкцию. Архитекторы, проектировщики и строители приступили к очередному этапу работ. Золото, серебро и гран-при. Кондитеры берестейского пекаря на 23-й международной специализированной оптовой выставке ярмарки ProdExpo 2017 взошли на пьедестал почета сразу в нескольких конкурсных программах. Брест готовится к встрече Нового года и Рождества. В областном центре дан старт проведению ярмарок «Новый взгляд на старую традицию». Об этом и не только прямо сейчас вы узнаете из материалов корреспондентов БУК-ТВ. Брест уверенными шагами идет к своему тысячелетию. Уже сегодня заметны многочисленные качественные изменения, которые призваны сделать город комфортнее и красивее. В рамках подготовки к тысячелетию на уровне руководства страны был принят и утвержден план, в ходе которого ряд объектов должны получить обновленное лицо. В их числе Кобринский путепровод. Сегодня архитекторы, проектировщики и строители приступили к очередному этапу. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая пообщалась со специалистами и узнала о ближайших качественных изменениях, которые будут видны глазу брещан уже совсем скоро. Кобринский путепровод – важный элемент главной городской магистрали. Именно он является связующим звеном между центральным районом областного центра и восточной частью. Тысячи автомобилей ежедневно курсируют здесь в оба направления. И для объекта, который свою последнюю реконструкцию переживал в далекие 60-е, поток транспорта ощутим особенно остро. Это основание позволило Кобринскому путепроводу стать одним из объектов, реконструкция которого предусмотрена планом подготовки к тысячелетию Бреста. Первый этап реконструкции был начат еще летом. Сегодня архитекторы, проектировщики и строители выходят на новую фазу. Основные виды работы выполняют мостостроительный трест наш. И он связан, прежде всего, с разборкой существующего пешеходного путепровода, на месте которого будет сооружаться новый путепровод, по которому предполагается, что будет сбрасываться движение. Работают на сегодняшний день на строительной площадке три основных субподрядных организации. Это организация «Одиноподрядчик дорого строительного треста номер 4», «Мостостроительный трест», о которой я уже говорил, и отдельная организация, которая занимается выносом коммуникаций. Процесс обновления заметен тем, кто ежедневно перемещается по магистрали. Однако пока не ощутим. Проектировщики серьезно подошли к планированию работ, чтобы привнести как можно меньше неудобств автомобилистам. Коммуникации, которые шли внутри путепровода, уже успешно перемещены. Кроме того, демонтирован коридор для прохода моста пешеходами. Закрыт съезд на улицу Краснознаменную. Можно сказать, что уже по одному блоку, это блок называется «Подрядные работы», они завершены. Этот блок включал в себя перенос коммуникаций, которые здесь находились, проходили. Это вынос теплотрассы, водопроводы. Эти работы были завершены у нас досрочно, что позволило нам приступить к основному этапу работ, который вы сейчас наблюдаете. Согласно нашего графика, где-то на 31 день раньше. Пока представить, насколько грандиозным будет новый объект, довольно сложно. Однако, визуализированная модель будущего Кобринского путепровода выглядит серьезно и современно. Пропускная способность сооружения позволит осуществить бесперебойное движение транспорта по нему в составе шести колонн, по трем для каждого направления встречного движения. Количество пролетов увеличится до четырех, а длина самого комплекса составит 111 метров. Это центральная часть города, это центральная магистраль города. И если раньше, когда последним проводился ремонт или реконструкция моста в 60-е годы, это была практически граница города, то сегодня, конечно же, город вырос, и тот трафик, который сегодня есть, мост не справляется с тем трафиком. Это, по сути, горлышко такое образовалось здесь. Скептики возразят, а может ли новая версия Кобринского путепровода быть настолько современной? И строители им ответят, конечно. Сегодня работы над некоторыми элементами идут опережающими темпами. И в этом ритме строители планируют трудиться и дальше. В следующий этап мы сейчас готовимся к устройству свай, опор для нового путепровода. Предполагается, что уже в следующей неделе эти работы будут производиться организовательными силами моста-треста. Анастасия Настерин-Плотницкая, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Урожай на град собрали кондитеры предприятия «Берестейский пекарь». В ноябре в Минске прошла 23-я международная специализированная оптовая выставка-ярмарка «Продэкспо-2017». В ее рамках специалисты по созданию сладостей соревновались сразу в нескольких конкурсных программах. Борьба оказалась серьезной. Чтобы взойти на пьедестал почета, необходимо было не только проявить талант, но и подключить выдержку, терпение и трудолюбие. Брестские кондитеры с этим справились на все сто. С одной из героинь минувшего кулинарного поединка удалось пообщаться и нашей съемочной группе. Заодно корреспондент Анастасия Стропко узнала и о некоторых новинках в ассортиментном перечне продукции предприятия. Анна Михайловская, кондитер 6-го разряда, на берестейском пекаре трудится уже три десятка лет. Женщина признается, работу свою она не променяла бы ни на какую другую. Очень нравится процесс создания сладких шедевров. Фантазию и креатив, уверена Анна Ивановна, можно и нужно проявлять и в повседневной работе, и при подготовке к соревнованиям. К слову, совсем недавно на конкурсе по декорированию тортов и изготовлению сладких украшений «Торжество стиля и вкуса» работа кондитера заняла первое место. Было задание, тема «В жазе только девушки». Я решила использовать известный фильм «В жазе только девушки». Вот, наверное, сделала таких вот мужчин, переодетых в женщину. Больше креатива дала в торт. На это жюри посмотрела, очень оценила. Надо было еще украсить манекен, постамент манекен тоже. Из этого же фильма мы сделали такую композицию, и вот то, что на нем надето, все это было вручную сделано. Всего с конкурсов в рамках «Продэкспо-2017» кондитеры предприятия привезли семь наград. Каждая из них – итог большого труда и целеустремленности, которых работникам пекаря не занимать. И результат не заставляет себя ждать. Уважение признанных экспертов отрасли, коллег и партнеров, а также любовь покупателей – лучшее тому подтверждение. С одной стороны, это обыденный для нас труд, а с другой стороны, в общем-то, не совсем. Потому что конкурс есть конкурс, он заставляет всегда очень много трудиться, волноваться и, в общем-то, создавать те шедевры, которые видит рядовой потребитель или человек, в общем-то, не всегда, а только на определенных мероприятиях. С душой и фантазией здесь подходят ко всему, что делают, а еще стремятся как можно чаще добавлять разнообразие в ассортимент. В начале ноября в торговую сеть поступила линейка тортов под общим названием «Советские легенды». Вечерняя Прага, Киевский, Ленинградский, Берестия и Сказка – классика советской кондитерки вернулась, чтобы, вероятнее всего, остаться навсегда. Покупатели уже успели оценить угощение, но то ли еще будет. Покупатели уже оценили, вот ноябрьские продажи показали, что покупатель оценил как и по вкусу, так и определенные дизайнерские наши решения в части оформления, упаковку. Ну, объемы продаж, откровенно скажу, нас порадовали по ноябрю месяцу. Вся вот эта линейка, все, что были продажи, они как бы пошли в плюс, дополнительные объемы продаж показали. Поэтому покупатель оценил, я думаю, ну, рассчитываем еще, что результат будет еще лучше. К слову, совсем скоро в продаже появится еще одна новинка пекаря – линейка «Хлебио». Это четыре вида хлеба – ржаной, льняной, гречневый и отрубной. Задача, которую ставили и успешно решили при их изготовлении специалисты – развеять мифы, существующие вокруг хлебобулочных изделий. Максимум полезной информации на упаковке и максимум пользы самого продукта. Простой рецепт, который непременно поможет завоевать любовь жителей Брестской области и не только. Есть ряд так называемых мифов, которые вот, что хлеб калорийный, что хлеб от хлеба толстеют и так далее, и так далее. Поэтому, ну, наша команда, скажем, маркетологов, технологов решили развеять эти мифы. Рецептуры отработаны, дизайн отработан, вы уже видите, вот пришла упаковка, остались буквально последние штрихи. И, я думаю, с середины декабря месяца, так как раз к праздникам рождественским, новогодним, мы порадуем своего покупателя. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите «Итоги недели» на БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном и актуальном. Центр, который задает планку всей офтальмологической помощи в регионе. Открытие в Бресте ультрасовременной клиники под широко известным брендом «Новое зрение» стало значимым событием 2017 года. И это неудивительно. Именно в «Новом зрении» есть все возможности, чтобы провести высокотехнологичные операции на глазах. Именно «Новое зрение» предлагает весь спектр офтальмологических услуг, которые осуществляются с применением новейших методик и инновационного оборудования. Главная задача, которая стоит перед профессионалами медицинского центра, заключается в предоставлении самого лучшего из того, чем сейчас славится современная офтальмология. И сегодня, в канун Нового года, можно подвести первые итоги. Как бы удивлен был великий изобретатель Леонардо да Винчи, давший первое научное объяснение природы зрения функций глаза, попав в 21 век и воочию увидев, к чему привели его научное открытие. Получить новое зрение сегодня может каждый, благодаря передовому оборудованию, предназначенному для диагностики, лечения и проведения операции, благодаря эффективным, абсолютно безопасным методикам, применяемым в «Новом зрении». Сегодня в этом убеждена Анна Кирилловна Волочкович из Толинского района, получившая к Новому году волшебный подарок «Новое зрение». Сказали, приехав на обследование, приехала я, сделали обследование, предложили операцию. Я согласилась, сделали мне на левый глаз операцию. Я, как открыли повязку, я свет увидела. На одном глазике сделали операцию, но на этом не остановились? Нет, я не остановилась. Я хотела просить доктора Сергея Алексеевича, чтобы не на второй делал. Но он сам, слава Богу, предложил. Я согласилась сделать на второй. Сейчас зрением я вижу так, как младенец, так, как в детстве. Хорошо, спасибо всем врачам. Очень хорошая клиника. Даже очень прекрасная. Все так относятся. Я и не подумала, что так относятся. Все медсестры, все очень хорошие. Новый взгляд, новое зрение – это не просто рекламный слоган, это реальность. Начиная с августа месяца, а именно в этот период началась активная работа клиники, продиагностирована и прооперирована порядка тысячи пациентов. Выполнено значительное количество лазерных коррекций, а это значит, что тысячи людей повысило качество жизни, доверившись высококлассным специалистам нового зрения. В клинике отсутствуют очереди. Время ожидания пациента для проведения оперативного вмешательства сведено к минимуму. Сама, например, лазерная коррекция длится порядка трех минут на один глаз. Факоэмульсификация катаракты порядка 15 минут. Для проведения оперативных вмешательств приезжают минские доктора. То есть пациент может получить точно такое же качество лечения и хирургической помощи, как и в Минске. Количество пациентов, записываемых к нам на диагностику, говорит о том, что доверие к клинике, к персоналу растет. В новом зрении занимаются каждым пациентом индивидуально и делают все возможное, чтобы человек приобрел новый взгляд на окружающий мир. Сегодня в медицинском центре проводится весь спектр необходимых большинству пациентов с глазной патологией хирургических операций. Брестский филиал оснащен для этого всем необходимым оборудованием, на котором работают рефракционные хирурги, прошедшие обучение на базе Центра разработки лазерных систем в городе Эрпаген, сосредоточие науки в Германии. Но офтальмологическая наука не стоит на месте, появляются новые методики, новое оборудование. А потому, несмотря на все вышесказанное, в офтальмологической клинике новое зрение отслеживаются и внедряются в практику все мировые ноу-хау. Одно из последних обновлений – это так называемый грин-апдейт для лазерной коррекции. Он позволяет нам более точно рассчитать программу коррекции для пациента и получить результат выше единицы. А стигматизм, дальнозоркость и близорукость – все это плохое зрение. Сегодня в Брестском филиале клиники новое зрение. Можно за считанные минуты обрести хорошее и увидеть мир в новых красках. Современные медицинские технологии позволяют это сделать на самом высоком уровне. Мне очень впечатлило самооборудование, подход к делу, так сказать, серьезный подход к делу. Быстренько осмотрели все, назначили мне там или очки, или операции. Я выбрал операцию. Все понравилось. Сделали в следующую субботу операцию. Зато сейчас у меня стопроцентное зрение. Я очень доволен. Спасибо, что у нас появилось такое заведение. Мы предоставляем пациенту максимальный стандарт безопасности при проведении хирургического вмешательства. Также пациент может быть уверен, что мы берем на себя ответственность не только за оперативное вмешательство, но и за послеоперационное наблюдение. Год после коррекции пациент может абсолютно бесплатно нам обратиться со своими жалобами, и он будет обследован и получит консультацию. Брест уже активно готовится к Новому году и Рождеству. Надевает праздничный наряд. Яркий, сверкающий, искрящийся. Готовится к торжествам и в медицинском центре «Новое зрение». Режим работы остается прежним. Рождественские каникулы предусмотрены лишь с 1 по 7 января. Продолжает работать специальная программа лояльности для клиентов и акции. Встретить Новый год с новым зрением вам помогут в офтальмологической клинике «Новое зрение». Всех поздравляю с наступающим Новым годом, Рождеством Христовым, счастья, благополучия, тепла вашим семьям, вашему дому, здоровья и ясного блеска ваших глаз. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. В следующем материале выпуска речь пойдет о работе с обращениями граждан. В нашей стране этой теме уделяется большое внимание. Задать интересующие вопросы, рассказать о проблемах или внести свои предложения, а также обратиться за помощью, можно в рамках личных приемов, прямых телефонных линий, посредством обычной и электронной почты. Насколько активно Брещане пользуются такой возможностью диалога с властью и руководителями организаций, предприятий и ведомств, а также какие темы поднимают чаще других, решила узнать съемочная группа Бук-ТВ. Продолжит Анастасия Стропко. По словам специалистов отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Брестского горысполкома, более половины всех поступивших просьб, вопросов и предложений имеют письменную форму. Порядка 28% устную, остальные электронные. За 10 месяцев 2017 года на прямую телефонную линию поступило более полутысячи звонков. Без малого 400 обращений рассмотрено в ходе личных приемов. Спектр тем широк, однако есть и превалирующее направление. В основном тематика, конечно, это звонков, это жилищно-коммунальное хозяйство. То, что беспокоит людей, люди звонят по этим вопросам. Процент разрешения тоже из анализа, более 50% разрешается вопросов, с которыми наши обращения обратились. Еще много звонков поступает по благоустройству дворовых территорий и дорог. Граждане обращаются в основном в районах, прилегающих, ну, это как бы сказать, бывшие деревни, которые уже сейчас входят в территорию города. Для оперативности на прямых телефонных линиях, а также личных приемах присутствуют представители служб, которые особенно востребованы. Если обращения не требуют долговременной проработки, специалисты могут выехать для устранения проблемы практически сразу. Конечно, не все вопросы можно решить одномоментно, однако все они рассматриваются и обратившиеся получают разъяснения по существу. Порой бывают и такие ситуации, когда вопрос, как принято говорить, совсем не по адресу. Но даже в такой ситуации без ответа он не остается. Бывают звонки, бывают, которые не относятся к компетенции госполкома, законодательством предусмотрено, что мы должны адресовать заявителя, куда ему нужно обратиться. Но мы стараемся вникнуть во все проблемы и их пытаться разрешить. Берем на контроль, сами выполняем запросы, если нужно куда-то выяснить какие-то, и потом разъясняем уже в письменной форме заявителю, куда вам нужно обратиться, чтобы ваш вопрос нашел положительное разрешение. В областном центре помимо общепринятых форм общения с населением есть и те, что не проводят в других регионах. Как пример, открытый диалог мэра Бреста Александра Рогачука с жителями города. Принимают обращения не только органы исполнительной власти. Жители Брещена имеют возможность обратиться к руководителям практически всех предприятий, организаций и ведомств. К примеру, специалисты Государственного комитета судебных экспертиз за прошедший период 2017-го рассмотрели порядка 120 обращений граждан и юридических лиц. Наибольшее количество обращений поступало по вопросам проведения экспертиз, в том числе о возможностях проведения экспертиз, генетических экспертиз спорного родства, отцовства, материнства. Это наиболее, наверное, такие актуальные темы, которые интересуют наших граждан. Достаточно большое количество граждан обращается по этим вопросам. Также по вопросам проведения судебно-медицинских, судебно-психиатрических экспертиз, технических, криминалистических, ну и так далее. То есть по вопросам проведения экспертиз. К слову, это ведомство, как пожалуй ни одно другое, испытывает на себе нагрузку обратившихся не по адресу. Многих вводит в заблуждение слово «судебных» в названии комитета. Ввиду того, что в нашем названии и нашего комитета присутствует слово «судебных», то довольно часто люди путают, скажем так, что мы не относимся к судебной власти, обращаются с вопросом именно по вопросам несогласия с решением судов и так далее. В таких случаях мы в соответствии со статьей 15 закона об обращениях граждан, данное обращение оставляется без рассмотрения по существу. За явителем восстановленным законом срок доводится об этом и, соответственно, разъясняется, в какую организацию, в каком порядке необходимо обращаться для решения изложенных в обращениях вопросов не относящихся к компетенции нашего комитета. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. А сейчас о других событиях и мероприятиях. В шестой раз в Бресте в канун Всемирного дня инвалидов провели фестиваль «Поверь в себя». Проходит мероприятие по инициативе Территориального центра социального обслуживания населения Московского района города Бреста, который выступает не только организатором, но и объединяет всех, кто трудится на Ниве помощи людям с ограниченными возможностями. Центром проведения фестиваля в нынешнем году стал Дворец культуры профсоюзов, собравший под своей крышей всех неравнодушных. Подробности у Ирины Ольшовой. Идея проводить интеграционный фестиваль молодых инвалидов «Поверь в себя» принадлежит Территориальному центру социального обслуживания населения Московского района города Бреста. Инициативу поддержали все аналогичные структуры Брещины. И вот уже в шестой раз в городе над Бугом проходит выставка работ людей с ограниченными возможностями и концерт, в котором артистами становятся сами инвалиды. Это праздник для детей. Конечно, это важно для родителей, важно для детей, потому что тут они сплочаются, они тут, знаете как, ну радость для них. Это дискотека, вот эти выставки посмотреть, это очень приятно. Здесь очень интересно, я люблю очень праздники. Я всегда на праздники хожу, все праздники отмечаю. Это развлечение такое, всем людям интересно, все люди любят праздники. Каждый из территориальных центров Брестской области, а их в регионе 17, представил работу дневных отделений для инвалидов. Творческие выставки получились живыми, яркими и разноплановыми, особенно там, где верят в таланты своих подопечных. Мы должны сперва поверить в них, потому что мы даем для них почву, вот эту плодотворную, на которой они могут развиваться и вот выстраивать все свои таланты. Поверить в себя не только инвалидам, но и тем, кто рядом с ними, вот главная цель. Поэтому имя фестиваля «Поверь в себя» выбрано не случайно. Чтобы каждый участник вот этого фестиваля поверил в себя. Не только те, ну скажем, люди, которые сограничены, возможно, но и те, которые находятся вместе с ними. Чтобы они посмотрели на этих ребят, какие они инициативные, сильные, крепкие, волевые. И может быть это что-то по сравнению с собой, подчеркнуть вот эту вот жизнерадость, силу улыбки, силу воли. Только в московском районе города Бреста проживает порядка 5000 людей с ограниченными возможностями. И задача общества – не потерять с ними социальный контакт. Этим фестивалем и другими мероприятиями мы стираем грань между людьми и с ограниченными возможностями, и обычными людьми. И задача всего государства – сделать жизнь этих людей более комфортной, чтобы у них было поменьше этих ограничений, а побольше возможностей в жизни. Изюминкой фестиваля «Поверь в себя» стал праздничный концерт. Все номера в нем – искусство воспитанников дневных отделений территориальных центров. Люди с ограниченными возможностями не умеют, да и не хотят ограничивать свое творчество и талант. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Стартовал декабрь. И это значит, что совсем скоро наступит один из самых любимых периодов года – новогодняя рождественская пора. Подготовка к праздникам уже идет полным ходом. В городе над Бугом приступили к установке главной елки. Последние приготовления ведутся перед открытием специализированных ярмарок. Новогодние рождественские ярмарки – явление особенное. На первый взгляд – обычные торговые ряды. С обычной миссией. Но почему-то именно они придают паре ожидания праздников особый оттенок. Приближают волшебство. Неудивительно, что их появление на центральных улицах города над Бугом ждут и взрослые, и дети. Процесс по подготовке ярмарок сегодня вышел на финишную прямую. Совсем скоро покупатели будут ждать на улице Гоголя. С 6 по 31 декабря традиционно по улице Гоголя откроются предновогодние ярмарки с 10 до 19 часов. Покупателям будет представлен широкий ассортимент елочных украшений, электрогирлянд, искусственных елей, изделий, ручной работы, галантерейные товары. Последние приготовления к бойкой праздничной торговли идут и на улице Пушкинской от площади Ленина до Карла Маркса. Здесь, и это одно из нововведений 2017-го, уже сегодня расположены необычные для города над Бугом торговые объекты – деревянные домики. В начале декабря откроется ярмарка по улице Пушкинской от площади Ленина до улицы Карла Маркса. Ярмарка будет работать до 19 января с 11 до 22 часов. Представлены будут кондитерские изделия, горячие напитки, глинтвейн, продукция общественного питания и, конечно, новогодние сувениры. Производством и установкой деревянных избушек для торговли занимается предприятие «Древ Эксимптрейд». Его сотрудники с удовольствием включились в процесс подготовки города к празднику и опыт такой считают интересным и полезным. Домики изготавливаются из профилированного бруса и в основном из хвойных пород. Это сосна, ель. Ушло где-то на подготовление материалов полтора-два месяца. И плюс еще сборка домиков где-то месяц. Ближе к середине декабря откроются и ярмарки небольшого формата в шаговой доступности. Также планируются ярмарки небольшого формата по улице Гаврилова 16 у торгового центра «Экватор», по улице Куйбышева в районе центрального рынка, по улице Московской 332 вблизи рынка «Зао Юнифуд». К слову, приготовления к празднику идут и в части установки еловых красавиц. К примеру, на площади Ленина постепенно обретает свои очертания главная елка. А это значит, что праздник и правда не за горами. Осталось только дождаться снега для усиления зимнего сказочного эффекта. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир кино и документальных сериалов. Так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 3 декабря погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в сырой и более прохладной воздушной массе. Воскресный день в Бресте будет отмечен переменной облачностью и умеренным северо-восточным ветром. Ночью и утром слабый туман и гололед. На дорогах местами гололедится. Температура воздуха минимальная ночью 0, минус 2. Максимальная днем 2 градуса выше нуля. 4 декабря республика окажется в зоне атмосферных фронтов, смещающихся с Украины, а днем из территории Польши. В Бресте во второй половине дня возможен снег, к вечеру дождь с мокрым снегом. Как следствие данных погодных явлений, гололед на дорогах гололедится. Температурный фон суток будет колебаться в пределах 2 градусов со знаком минус в ночные часы и 2 градусов со знаком плюс в дневное время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова